В семинаре-тренинге, организованном Сенатом Муалимаджлиса Республики Узбекистан, а также Комиссией по защите гендерного равенства с женщин при содействии посольства Франции в Узбекистане, приняли участие работники Центров реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия при территориальных подразделениях Комитета женщин Узбекистана. Отмечалось, что достижение равенства женщин и мужчин имеет важное значение в обеспечении устойчивого развития государства и общества. Сегодня гендерный баланс – это не только этический принцип, но и важный фактор роста экономической стабильности. Несмотря на то, что в последнее время гендерная проблема в мире, особенно в развитых, развивающихся странах, уделяется больше внимания, роль женщин в экономике и бизнесе недостаточно, как с точки зрения их потенциала, так и в удовлетворении потребностей современного общества. Вместе с тем, усиление их профессиональной деловой активности во многом зависит от поддержки и условий им предоставляемых. Международная структура, международное сообщество имеет хорошие разработки, хороший опыт, стран, консолидацию в этом вопросе международных структур, в том числе ООН, ООН и женщины. Очень много делается комитетом СИДО по выполнению норм, конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Узбекистан участвует во всех этих структурах и принятые законы о равных возможностях женщин и мужчин в Узбекистане, о защите от насилия женщин. Меры, которые принимаются сегодня в Узбекистане по усилению роли женщин в общественно-политической жизни, экономической жизни, в процессе реформ является важной стратегической задачей страны, которая будет иметь очень хорошие, позитивные результаты для развития общества в целом. Цель прошедшего семинара тренинга – повышение потенциала созданных при Комитете женщин Узбекистана Центров реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, для оказания юридической помощи этой категории женщин. Кроме того, нацелен на обмен опытом между Францией и Узбекистаном. Для меня большая честь участвовать в данном мероприятии и видеть, какие усилия принимаются в Узбекистане для защиты прав женщин, обеспечения гендерного равенства. Наша страна объединяет общность подходов к этому вопросу, начиная с создания Центров поддержки женщин до открытия телефонной горячей линии. Считаю, что это проблема ни одного государства, и потому консолидация усилий и дальнейшее сотрудничество позволят нам найти более эффективные пути ее решения. Аналогичный семинар тренинг состоится 26 сентября в Самарканде.